Это страшно, страшно то, что там происходит, это шок. Когда страдают самая незащищенная часть населения, старики и дети, это уже край. Никакого перемирия не будет и война будет длиться до тех пор, пока реально Украина не будет поделена. Более того, чем дольше будет длиться война, тем больше будет вовлечено людей в противостояние. Я считаю, что это тупик. Любой здравомыслящий человек понимает, что ополченцы не пойдут на переговоры и не согласятся на условия, которые делает правительство. Мы сострадаем, понимаем, плачем и со всеми, горюем, оплакиваем, но это пока нерешаемая ситуация вообще. На сегодняшний день нужно четко признать, что на Украине практически не думают о защите прав простых жителей. И то, что сегодня гибнут сотни тысяч простых людей на Украине, говорит о том, что на сегодняшний день цена жизни не так велика. К сожалению, партизанскую войну выиграть невозможно. А там сейчас, я так понимаю, уже стадия партизанской войны и все это очень печально. Я не знаю, как из этой ситуации выходить, но только переговорами. Однако это чертовски сложно уже в сложившейся ситуации, когда у тебя убит кто-то из родственников, то, естественно, люди будут мстить. А это все, я говорю, уже партизанская война и все это очень печально. Конечно, очень переживаю и очень хочу, чтобы там перемирие и мир наступили. Потому что любая война это всегда жертва, это всегда неважно с какой стороны и кого, и как, и где. В любом случае это всегда умирают невинные люди. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова